Идея была здесь открыть школу, потому что я была против системы, в которой я выросла. Потому что мне никогда не нравилось это обращение тренеров с детьми. Вот эта вот жесткость, где-то когда-то даже принижение, сдавить, сломать. И вот это вот, я была против этого. Поэтому, когда я сюда приехала, мне понравилось это вот. Каждого ребенка уважают. Обладатель золотых и серебряных медалей, бывший член российской сборной по гимнастике Ирина Ким уже много лет живет в США. Вместе со своей старшей сестрой Нелли Ким она открыла гимнастическую школу, которая известна далеко за пределами города, в Бернсвилле, в штате Миннесота. Несколько лет назад идею создания такой школы поддержали городские власти, владельцы бизнеса и родители. Родители мы нашли кафетерию в школе, скоблили кетчуп оттуда. И в год нам дали бесплатно тренироваться в этом зале. Проведя полжизни в спортивных залах, на соревнованиях и сборах, начать свой бизнес, да еще в другой стране, было непросто. Хватало знаний, куча идей, наверное, неплохих по бизнесу, но вот как-то воспроизвести у меня не было сложно. Вот это было сложно. Сложно с языком. Это же все-таки бизнес поднимать. Спортивная закалка помогла преодолеть самый сложный начальный этап, и школа гимнастики быстро стала популярна. Специального отбора здесь нет. Принимают все желающие. Здесь в Америке дверь открыта для всех. У каждого ребенка есть свой индивидуальный характер. Нужен подход. Нужно знать, что ему нужно. Поэтому я все-таки уважаю вот эту американскую систему тренировочного процесса. Я своим тренерам говорю, что у каждого свои цели. И кто хочет в сборную попасть, а кто хочет просто стать красивой. Они вырастают красивыми, здоровыми и сильными. Те, для кого гимнастика становится призванием, поднимаются на пьедесталы чемпионов в своих регионах. Две девочки у нас попали в основной состав сборной Америки. Они представляли страну за границей. И мы были в основном составе в первой четверке. Я считаю, что нужно всю жизнь работать, чтобы вот ради этого момента. А в студию классического балета Татьяны Бериновой попасть непросто. В прошлом она примет балерину Большого театра Беларуси и балета «Ренессанс в Москве». Больших балерин не бывает. Это диагноз. Это судьба, это жизнь. На сегодняшний день это единственная академия классического балета в штате Миннесота. Балетных школ в Америке немного. Здесь гораздо активнее работают танцевальные школы джаза, хип-хопа. Они берут всех детей. То есть все, кто хочет танцевать, могут прийти. Не важно, какие данные. Не важно любых. По-русски, если сказать, это самодеятельность. То есть невозможно заниматься одновременно, несколько танцевальных стилей и продвинуться в этом с успехом. Будучи выпускницей всемирно известной академии хореографии при Большом театре, куда было невероятно тяжело поступить, Татьяна уверена, устраивая жесткий отбор в свою школу, она непременно добьется хороших результатов. Когда ко мне приходят и хотят поступить в школу, я им сразу говорю, что это профессиональная балетная школа. Мне нужна не только ваше желание. Я не просто строю бизнес. Я настолько принадлежу балету, что я не могу себе позволить делать рекреэйшнл-ворк, просто чтобы родители приходили, платили деньги, и мой бизнес рос. Я хочу построить настоящую балетную школу. Она открыла эту школу в день своего рождения, 3 января 2016 года. И успехи ее студентов и выпускников – самый замечательный подарок каждому ее дню рождения. Ирина Кин, Татьяна Беренева – разная школа, с разными принципами и подходами. Но объединяет их одно – все, что умеют сами, они стремятся передать детям, чтобы на земле было больше красоты и гармонии. Катлана Крудовская, Сергей Соколов. Настоящее время Америка. Штат Миннесот.